Бертольд Брехт. Трехгрошовая опера. Попробуем сотворить мюзикл. 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 И на смерть Альфонса Глайба До сих пор не пролит свет Расспросить бы надо Мэки Но ведь он не скажет Нет, а пожар в районе Соха Семь детишек напопал Но вопросов скользких Мэки Скокланд и Арт не задавал О растрении малолетней Все известно всем вокруг Но такие вещи Мэки И подавно сходят слух Но такие вещи Мэки И подавно сходят слух А в это время в мрачных трущобах Соха Бандит Мэки Нож Справляет свадьбу с Полей Питчем Дочерью короля нищих Пустая конюшня Господа, прошу Вот, господа, здесь нет никого Здесь можно спокойно сыграть свадьбу Нашу Это что, конюшня? Да, это конюшня герцога Тиваншкирского А, это он, он Но, разве здесь можно праздновать свадьбу? Разве можно сюда пригласить господина пастора? Это же всего-навсего конюшня Ветки герцога Тиванширского И конюшня ты не наша Разве можно начинать новую жизнь со взлома? Мак, это же самый счастливый день в нашей жизни Дитя Маленький такой-то Дитя мое, ни о чем не беспокойся Все будет так, как тебе захочется Обстановку мы создадим А, вот и мебель привезли Поздравляю На Джинджерстейд 14 на втором этаже Были люди Пришлось их немножко побеспокоить Поздравляю Нас в тренде взорвали констепля Одного стерека Пришлось малость побеспокоить Думаю, вы же это Я же предупреждал Избегать кровопролития Как подумаешь, о крови тошно становится Из вас никогда не выйдет деловых людей Каннибалы вы Они деловые люди Я его не ел Кстати, где еще стулья? А, были, были Новобрачные выходят, пускай садятся на полы Ни в коем случае Нет, нет, нет Хорошо успеть Разрешите, капитан, я скажу поздравительную речь Мальчик, пожалуйста, продублируйте Разрешите, капитан, поле торжественной Я бы даже сказал, поворотный пункт Вашей жизни день Принести ему самое искренне И вместе с тем самое глубокое поздравление и так далее Две души соединились, два кольца Две души воротит от такого напыщенного тона Иными словами Иными словами, пичи голову стерни Выше голову стернина Поле Это мои друзья А мои лучшие друзья Да, давно Я говорю, хорошо бы спеть Пожалуйста Я говорю, хорошо бы спеть что-нибудь этакое Благолепное Это красивая песня Это про родину, про папу, про маму, про муру Я прошу Мак, я думаю, что песенка о бибиллоджине и мэри сайре подойдет Мак, я думаю, что песенка о бибиллоджине и мэри сайре подойдет Столько и всего Дай им Бог Счастливого житья Высь я Лара Но придя оформляться в магистратуре Сам не знал он, чем был на ней наряд Оу-де А она совсем не знала имени его Ты в дне своем уверен? Нет 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 Тогда им Бог Жизнеливого Друзья Друзья Вага Бибиллоджин Говорит Она Оу-де Целиком Мне вовсе не нужна Свинья Свинья Ура 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 Нет 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 Не ура Не ура Убожество Именно убожество Заткнись Нет Я хотел сказать Что просто нет подъема Нет огня Ну и тому подобное Господа А я пожалуй тоже Покажу вам Один пустячок Что это? Я хочу вам рассказать историю Про девушку Так вот Эта девушка работала Посудомойкой В одном кабачке Знаете такие Трехпенсовые кабачки Так вот Она была посудомойкой И все над ней смеялись А она в ответ говорила Такие вещи Ну а я Ну вот вы сейчас и слышите Какие Давайте представим Что О Вот это будет стойка Давайте представим Значит барная стойка За которой проходит Весь ее рабочий день Здесь она наливает Всякие разные Спиртные напитки Какие? Моет посуду О Кстати Вот это будет ведро В котором она получит А вот это будет тряпка Нет Это Кстати Именно здесь Сидели мужчины Которые над ней смеялись Вы тоже можете смеяться Чтобы было совсем похоже Ну? Если не можете Лучше не смеяться А теперь кто-нибудь Пусть скажет Когда же придет твой корабль Джейн? Когда же придет твой корабль Джейн? А кто-нибудь еще? Мать Ты все еще моешь стаканы Дженни пиратская невеста? Ты все еще моешь стаканы? Дженни пиратская невеста? Замечательно Я А теперь я начинаю Я стакан Мой Вам здесь, господа И стелю вам Потом Постели И пень мне даете Вы в расчете Со мной И мои лохмотьи Видя И такой трактир дрянной Как вам знать Кто я На самом деле Но настанет вечер И крик раздастся Свеча И вы спросите Что это за крик? И когда я рассмеюсь Вы удивитесь Почему смеюсь я в этот миг? И у присты Станет Сорока Орудин Трехмачтовый Бриг Трехмачтовый Бриг Ну-ка вытри стаканы Скорей Не кричат И монетку Суют Подгоняю Я прячу Монетку И постели Стелю Вам в ту ночь Не спалось бы На них И вхмелю Если б знали вы Кто я Такая Не станет вечер И гул раздастся С причал И вы спросите Что стрястись могу И воскликните Лицо мое Увидев И боже Как она Смеется Зло И под ним От свой Выпил Сорока Орудин Трехмачтовый Бриг Трехмачтовый Бриг Не весело Станет вам Господа Будут стены Круша Валиться И сравняется За ночь Ваш город Землей Уцелит И там стрела Лишь один Трактор Дрянной Все спросит Кто сумел Там скрыться Не умолкнет Гонор До рассвета У трактира Чье же это Будут спрашивать Жилье И увидев Как я Войду Рано Утром Закричат Они щадят Ее И ударят Из почек Сорока Орудин Трехмачтовый Бриг Матросы Трехмачтовый И когда покатится Голова Я скажу Копля И умчится Со мной Сорока Орудин Трехмачтовый Бриг Трехмачтовый Бриг Очень мило Забавно Ишь-то Как здорово Спело Господа Половина Десятого А Это Гости Постепенно Удаляются Цитаты До свидания Нельзя Замыкаться В узких Рамках Профессии Пора Дать должное Чувство Видишь Какая луна Над Сохом Видишь Какая луна Над Сохом Вижу Милый Вижу Милый Милый Прижмись Ко мне Милый Прижмись Ко мне Медленно Прижимается Хорошо Хорошо Милая Хорошо Милая Куда Ты Куда Ты В смысле Куда Ты Туда Я С тобой В смысле Куда Ты Туда Я С тобой Где Где Мы Были Мы Были Бы Вместе Где 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 Были Где Были Где Были Текст Учить Надо Для Питчима Отца Поли Питчима Короля Нищевых Знающего Как Сурова Жизнь Потеря Дочери Означает Полное Разорение Питчима Что Мне Нужно Лишь Одно Замуж Выйти Стать Женою Неужели И Такое Человеку Не Дано У Человека Есть На счастье Право Ведь Бытия Земного Краток Век И Хлеб Кушать И Радоваться Право Имеет Право Каждый Человек Да Таково Его Святое Право Но Слыханно Чтоб Кто-нибудь Однажды Осуществил Права Свои Увы Осуществить Их Рад Конечно Каждый Но Обстоятельства Увы Не Таковы Хотел Вы Этого Конечно Каждый Но Обстоятельства Увы Не Таковы Добрый Быть Хочу С тобой Все Отдать Тебе Я Рада Мне Ведь Лучшая Награда Счастье Дочери Родной Стать Добрым Кто Не Хочет Добрым Стать Раздать Бедным Все Добро Свое Да Какая Бы Настала Благодать Какое Было Брайское Житье Стать Добрым Кто Не Хочет Добрым Стать Но Вот Беда На Нашей Злой Планете Хлеб Слишком Дорог А Сердце Черствы Мы Рады Жить В Согласии Совете Но Обстоятельства Увы Не Таковы Он Правда Возразить Бы Мог Зол Человек И Миру Бог Я Правда Возразить Бы Мог Зол Человек А Мир У Бог Мы Рады Бы Устроить Рай Земной Да Обстоятельства Всему Виной Надо Они Всему Вино Жена Тебе Конечно Друг Кто Верный Быть Женой Не Рад Но Ей Любви Не Хватит Вдруг И Налицо Домашнее Твоя Дочь Тебе Конечно Друг Кто Верной Дочкой Быть Не Рад Но Станешь Дочке В Тягость Вдруг И Налицо Домашнее А Быть Хорош Каждый Рад Вот Это Так И скверно И Гнусно Беспримерно Зон Человек А Мир Убог Он Прав То Возразить Бы Мог Я Прав То Возразить Бы Мог Зон Человек А Мир Убог Мог И Были Мы Не Так Чертвы Обстоятельства Не Так И Мир Нет Добра И Значит Это Все Ура Зон Человек А Мир Убог Я Прав То Возразить Бы Мог Но Это Так И Скверно И Гнусно Беспримерно И Значит Мне Нет Добра И Значит Это Все Ура И Значит Это Все Ура И Значит Это Все Ура И Значит Это Песенка с помощью которой Полли дает понять родителям, что она действительно вышла замуж за бандитом Охиды. Песенка 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 Лена Всем Р脱а Песенка Ты Ты По way Сегодня Lara бег И Свят И С 比較 Что катались мы на лодке при луне? Но не больше, но не больше, нет, нет, нет. Не гадимся просто так ложиться, Нужно дать на этот счет обед, Ведь все может с тобой случиться, Если сразу не скажешь «нет». Но как-то в прекрасный безоблачный день Тот пришел, кто меня не просил, Он повесил свой плащ у меня на стене, И в себе не нашла я сил, И не был богатым, и не был любезым, И даже в будни был сквер надев. И не умел обходиться он с дамой, Но я не сказала «нет». И осталась холодна, и даже улыбнулась ему в ответ. Так и не пришлось ни разу мне Прокатиться с ним на лодке при луне. И тут уже не до катаний, Нет, нет, нет. Тут уже приходится ложиться, И забыть, что ты на лодке. Все случилось, что могло случиться, Все случилось, что могло случиться, Но я не говорила «нет». Мак, не пугайся. Что случилось, Поля? Мак, я была у Брауна, У шефа лондонской полиции, если ты забыл. Мой папочкой там тоже был, Они хотят тебя схватить. Браун оставил тебя, Но потом решил, что нужно скрыться. Мак, надо собирать вещи. Так, Поля, если мне нужно сматываться дела, Дела, детка, придется вести тебе. Вот бухгалтерская книга. Мак. Поля, детка, у меня совсем нету настроения. Послушай внимательно. Смотри, открываем первую страницу. Читаем. Мать тебе с монета. Поля, детка, послушай, это очень важно. Этот работник неплохой, Ему нужно жалования выдавать каждую неделю. Поля, ну послушай, это действительно важно. Номер два. Джекоб Крючок. Вот этот негодяй прямо просто не вытаскивает Из-под задницу дам из лучшего общества. Ему тоже нужно выдать аванс. Поли! Это же бухгалтерская книга. А. В остальном действуй так, как и всегда. Вставай в семь утра, умывайся. И так далее. Ты прав. Недавно надо было заняться делами. Капитан. Капитан. Я раздобыл план празднования коронации. Нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кентерберийского. Тсс. Когда? В пять тридцать. Сверим часы. Да, господа. Вам действительно пора двигаться. Ага. Что значит вам, капитан? Все дело в том, что я, к сожалению, вынужден предпринять небольшое путешествие. Куда? О, Боже, правый! Вас посадить хотят опять! О, нет! Он никогда! Он не позволил! Коронация без вас это то же самое, что... Что? Слова без песни? Что? Цикан без ложечки? Султан без гаврилов! Откнитесь! В связи с этим я вынужден передать временное руководство нашим предприятиям... Отец мой! Время пришло, конечно, своей жене Полли. Расчет по четвергам, мальчики. Ну а теперь, солнышко, прощай. Не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь и помню, Полли, что это очень важно. И ты обещай мне, Мак, что не взглянешь ни на одну женщину. Это тоже очень-очень важно. Полли, Полли, ну кому нужны всякие старые лоханки? Ты же знаешь, что я люблю лишь тебя. Лишь тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего коня. Ищей-нибудь конюшни. И когда над твоим окошком взойдет луна, я буду уже далеко-далеко за Хайгейтским болотом. Мак, ты разрываешь мне сердце. Останься со мной и будем счастливы. Ах, Полли, я сам себе разрываю сердце, но я должен идти. И кто знает, увидимся ли мы когда-нибудь. Мы так мало были вместе. Разве мы больше не будем вместе? Ах, Мак, мне приснился нехороший сон. Будто я подхожу к окну и слышу смех на улице. Выглядываю в окно и вижу нашу луну. И луна такая тоненькая, тоненькая, как стершийся пень. Мак, ты не забудешь меня в других коротах? Поцелуй меня, Полли. Прощай, Мак. Мы в церкви с тобой не вечаны. Наша любовь на церковь плюет. Мы просто мужчина и женщина. А все остальное не в счет. Остальное не в счет. Счастье мелькнуло, мелькнуло и мимо. Что ж, попрощайся со мною, любимый. Мак, 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 Мак. Еще не отзвонили колокола в честь коронации. А Мэкки-нож был уже у тарнгельских проституток. Проститутки его предают. Давным-давно былые времена С ней хорошо, клянусь вам, уладил я. Соединились в прочный капитал Ее живот и голова моя Кормила Дженни, Мэкки охранял С гостями я всегда любезен был и мил Всегда постель гостям освободить спешил И вежливо прощался, например. Я говорил, захаживайте, сэр. Как провели полгода мы вдвоем Бордели то, что нам служил жильем. Бордели то, что нам служил жильем. Но знали мы плохие времена Ведь ремесло не сладко и мое Когда без гостя возвращалась я Он говорил, продам твое белье И оставалась я, но без белья Но иногда из чисто женского упрямства Я отвечала даже грубостью на хамство И так мне попадало, что бывало От зуба тычем я заболевала Так провели полгода мы вдвоем Бордели то, что нам служил жильем. В борделе то, что нам служил жильем. Давным-давно, в былые времена, Так дожилось лучше в самом деле. Хотя лишь днем встречались мы вдвоем, Ведь ночью гость лежал в ее постели. Привычный ночью, но сойдет и днем, Когда же понесла я от него, Ложился снизу только и всего. Боялся раздавить младенца нам ногой, Но все равно младенец сгинул вскоре. И кончились полгода, и потом, Уже мы больше не жили вдвоем. Уже мы больше не жили вдвоем. Уже... Тюрьма Волт Бейли. Клетка. Да, если шеф лондонской полиции господин Браун узнает, что я за его дружеской спиной забавлялся с его дочерью, мне не сдобровать. Что посеешь, то и пожнешь. Эта лохудра наверняка уже где-то здесь. Хорошенькое будет время перед казнью, ничего не скажешь. Прохвост! Негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после всего того, что было между нами? Люси, ну неужели у тебя нет сердца, видя своего мужа в беде? Муж. Муж, Ахмак. Ты думаешь, ты меня не нашла эта история с Полли Пичем? Люси, ну ты же не такая дурочка, чтобы ревновать меня к Полли. Разве ты на ней еще не женился, чудовище? Люси, я бываю у них в доме, я болтаю с ней, но иногда в некотором роде я ее чмотну, разок, другой. А теперь этой дурехе понадобилось развонить, что я на ней женат. Милая Люси, да если брак со мной успокоит тебя, пожалуйста. Прохвост! Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать. Мак, единственное, чего я хочу, Мак, это стать порядочной женщиной, Мак. Милая Люси, если ты думаешь, что ты станешь ею, выйдя за меня замуж, пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать. Мак, где мой муж? Ах, Мак, вот ты где. Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться, я же твоя жена. Ой, прохвост, негодяй. Почему ты пьешь, как алкогийское болото? Ты же обещала мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я же знала, как они с тобой поступят, но я ничего не сказала тебе, Мак. Потому что я тебе верила, Мак, я останусь с тобой до самой смерти. Ни слова, Мак, ни взгляда. Подумай только, как страдает твое бедное поле, видя тебя здесь. Ах ты, стерва! Что это значит, Мак? И вообще, кто это? Скажи, по крайней мере, кто я такая? Скажи, пожалуйста, что я твоя жена. Мак, разве я не твоя жена? Посмотри на меня, разве я не твоя жена? Прохвост, значит, у тебя две жены чудовище, да? Мак, разве я не ступил с тобой брак невинный? А? Разве ты мне не поручил шайку? Я в той части выполняла наш договор, и Джеку просит передать. Да если бы вы хоть на минутку придержали свои языки, сразу бы все разъяснилось. Нет, Мак, ты мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек, Мак, этого вынести не может. Да, моя милочка, на стороне жены есть известные преимущества. К сожалению, это так. Хотя бы с внешней стороны. Хороши заботы. Ну и дрянь же ты себе откопал. Девочки, милая Люси, Поле просто-напросто выкидывает фокусы. Она хочет нас разлучить. Меня повесят, а она станет выдавать себя за мою вдову. Поле, Поле, как тебе не стыдно? У тебя хватит совести от меня отречься. И у тебя хватит совести болтать, что я на тебе женат. Что? В самом деле, милая барышня, как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно. Если вам знакомо элементарное правило приличия, сударыня, то вы должны быть сдержаннее со мною в присутствии его... Короче, в присутствии его жены. 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 Если вы хотите устроить здесь скандал, милая барышня, я буду вынуждена позвать сторожа. Да. Чтобы он указал вам выход. Милая барышня. Дама, дама, дама. Позвольте вам еще заметить, сударыня, что возничать вам не к лицу. Мой долг заставляет оставаться меня с моим супругом. Что ты меряешь? Что ты меряешь? Ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Может быть, выразится яснее. О-о-о-о. Ой. Какая ты сгадник. Ни стоп, получися по морде сюда. Нет. Ты не понимаешь деликатности. С тобой надо попроще. Стерва. Мак. Люси. Ты вела себя великолепно. Ах, Мак. Люси. Я хочу быть обязанным тебе жизнью. Ты? Ты хочешь, чтобы я бежала вместе с тобой? Ау, Мак. Но для начала, Люси, вызвали меня отсюда. Люси. Мак. Детка, если мы убежим вместе, нам сложнее будет скрыться. Но я тебе выпишу спешной почтой. Как только я скроюсь. Мак. Люси. Люси. Мак. Люси. Мак. Плод нашей любви, Люси, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки. В эту же ночь Питчем готовится к выступлению, намереваясь испортить официальные празднества по случаю коронации, демонстрации голода и нищеты. Вот дьявол сам, кому ничто не свято, Мясник, перед которым все телята, Нет силы, чтоб такого унила бы, Кто, что на него найдет, у права бобы. Он хочет, не хочет, он готов, Такого, что, типа, на властный зон. Ему на все законы И Библию плевать, Он собственным нахальством упоем. Вблизи себя не терпит женщинам, Он знает, что от баб добра не женасть, Пусть не течится его на поверху, Он рано или поздно ляжет. Пусть не течится его на поверху, Он рано или поздно ляжет сверху. Титанов, мысли, гигантов духа, До гибели доводит потаскуха, Смеются над несчастными, и что же? На смешников порой, А челюки тоже. Таков уж плоти пал на властный зон. Один христианин, Стал антихристом другой, Тот знает кодекс на зубок, А тот не в зуб ногой. Толкует, одетит днем и ной, Под вечер истекает осы луной, А ночи так выходит на поверху, Он просто-напрасто ложится сверху. Музыка, 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 Можете кое-чему поучиться. Кстати, кого вы можете здесь арестовать? Несколько молодых людей, Которые готовятся к коронации. Вот если бы на площадь вышли Настоящие Нищие. Браун, вы когда-нибудь видели Настоящих Нищих или хотя бы рожистое воспаление? Покажи. Молодая королева, Браун, любит розы, а не рожи. Мне просто дурно делается, когда я об этом узнаю. Подайте мне стул, мне дурно. Это угроза, это вымогательство, вас нельзя трогать. Вас нельзя трогать. Вас нельзя трогать в интересах общественного порядка. Браун, 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 Браун. Такого еще никогда не случилось. А сейчас случилось. Вот что я вам скажу, Браун, с королевой Англией. Вы можете вести себя как угодно, но наступать беднейшему из бедных на мозоль. Вы не имеете права. Иначе вы от Браунетесь. Браун. Стало быть, по-вашему, я должен арестовать Мэкки Ножа? Вам легко говорить. Но прежде чем арестовать преступника, его нужно задержать, не правда ли? Вот тут я ничему не могу возразить. Посмотрим, существует ли еще порядочность на свете. А, кстати, где господин Макхит? Девочки сказали, что он находится на Оксфорд-стрит 21 у Сьюки Тодри. Да? Господин Макхит находится на Оксфорд-стрит 21 у Сьюки Тодри? Да? Браун. Мне нужно переодеться перед блистательной коронацией. Да, Браун. Если в шесть часов его не повесят, Вы же меня понимаете, Браун. Ах, Мак, опять ничего не вышло. Пятница, пять часов утра. Мэкки Нож, который снова пошел проституткам, предан ими вторично. Камера смертников. Теперь его повесят. Звонят вестминстерские колокола. Мак, поверь, мне очень жаль, что я ничем не смог тебе помочь. Пустить посетителей! Капитан! Мы так бежали! Так бежали, что я боялся, как бы Джекоба не хватил ударов! Что говорят мои люди? Они на хороших местах? Да, они передавали привет. Пламенный такой красный. Где мой муж? Мне нужно с ним поговорить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла. Так я его тесть. Как жестока судьба человека одна. Ну что ж, я не заставлю вас долго ждать. Дамы и господа! Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы мелких ловчонок, поглощают более крупные предприятия, за которыми стоят банки. Что такое фомка по сравнению с акцией? Что такое налет на банк по сравнению с основанием этого банка? Да что такое убийство человека по сравнению с использованием этого человека в своих интересах? Я благодарю вас, дамы и господа, что вы сегодня пришли сюда. Многие из вас были мне по-настоящему близки. Меня очень удивляет, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Меня погубило роковое стечение обстоятельств. Ну что ж, господа, я гибну! О, братья, вы переживете нас! Мы смертники, не будьте строги с нами! И у помоста в наш последний час Не смейтесь, потрясая бородами! О, люди, вот урок вам, кто грешил! Молите Бога, чтоб меня простил! О, люди, вот урок вам, кто грешил! Молите Бога, чтоб меня простил! Девчонок, продающих ласки Всегда готовых оголиться Готов, что строят девкам глазки Чтоб их деньгами поживиться Клетва преступников, колодниц Бродяг, способных и убить Гулящих, тунеядцев, взводниц Я всех прошу Меня простить! На полицейских зол не скрою Которые меня кормили Одной древесною горою И много бед мне причинили Я мог бы и проклясть их ныне Но буду кроток, как и быть Чтобы не связываться с ними И их прошу Меня простить! Взять молоток потяжелее Да в полицейских запустить Не стоит, впрочем В самом деле Я всех прошу Меня простить! Макхит Макхит всходит на эшафот Пичем обращается к публике Почтеннейшая публика И так Макхита, наконец, Должны казнить Так уж устроен Божий мир Дурак, кто хочет даром что-то получить Но чтобы не считали нас Глашатыми истины такой Макхита не казнят Поскольку мы сейчас Придумали конец Совсем другой Пусть так хотя бы в опере случится Что право перед милостью Смириться Несправедливость не страшна К тому же Она умрет сама Тепла в ней нет Не забывайте О великой стуже Пью доли нашей Стонущей от бед Вот, господа Вся правда без приказ На рай попута Шансов нет у нас Вот, господа Вся правда без приказ В раю пока что места нет Для вас Золот человек Ай Я прав Кто возразить бы Мол Но все не так Ускверно Глусно Беспременно И кто сказал, что нет Почемуyard Чтобы Моя Мол Мonse КОНЕЦ 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 КОНЕЦ